И еще о приятном. Через несколько дней наступит главный женский весенний праздник, 8 марта. Многие представительницы прекрасного пола уже получили первые подарки, а кто-то еще только их предвкушает. Напомню, что в преддверии 23 февраля мы приводили данные опросов, согласно которым примерно 15% представителей сильного пола не хотели получать никакие подарки в День защитника Отечества. И по сравнению, например, с 2009 годом мужчины стали заметно чаще признаваться, что на 23 февраля им в самом деле ничего не дарят. На этот раз мы решили дать слово и мужчинам, и женщинам, чтобы, так сказать, напрямую разобраться, кто и чего ждет друг от друга. Сразу скажу, что мы получили неожиданный результат. Итак, чего хотят женщины и что они в итоге получат? Этот сакраментальный вопрос я лично задал прекрасным дамам и их сильным половинам. Смотрите наш опрос. Мы находимся в самом центре Твери, на улице Трехсвятской, для того, чтобы узнать, какие подарки хотели бы себе женщины на 8 марта. Какой подарок вы бы хотели на 8 марта от мужчины? Цветы. Цветы и все? Да. То есть ничего более такого? Зачем? Цветов хватит. Здравствуйте. Что бы вы хотели на 8 марта от молодого человека? У нас нет молодых людей. А если бы были, что бы вы хотели? Какой самый лучший, по вашему мнению, подарок для вас? Внимание. Просто вечером посидеть, тортик покушать. Это было бы классно быть вместе. Есть такая заветная мечта, но это, наверное, не 8 марта, в принципе, вообще. Я бы хотела побольше денег получить. Либо от мужа, либо от родителей. Это прям вот мечта на 8 марта или есть что-то большее? Ну, конечно. Какие тюльпаны? О чем вы говорите? Вы видели цену на тюльпаны? Цветы уже получили. Ну, конкретно ноутбук за 200 тысяч, в принципе, можно и так. Хайск, нас бы устроил, да. Я бы хотела цветов. Большой-большой, огромный букет цветов. А каких цветов? Тюльпанов, наверное, да. И все? Может, есть что-то? Нет, ну и все это, конечно, не все. У меня очень большие желания. А вот прям потолок, вот максималочка. Машина новая. Может, машину? Машину, да. Беленькую. Итак, женщины разделились на романтичных и более прагматичных. Но что в действительности стоит ожидать и тем, и другим, об этом мы спросили у представителей сильного пола. Она получит большой букет цветов. Очень большой. Останется, думаете, довольным? Довольным будет, очень даже довольным будет. И посидим еще в кафе, посидим. Что вы подарите своей женщине на 8 марта? Букет цветов и что-нибудь сладенькое. Прекрасно. А что она вам подарила на 23 февраля? Носки. Вы остались довольны этим? Ну, да. Как думаете, ваша женщина останется довольна вашим подарком? Я думаю, что у нас один-один. Цветы. А что вам подарили на 23 февраля? Остались ли вы довольны? Да. Свободное время от детей. Прекрасно. А вам что подарили на 23 февраля? Свободное время с детьми. Я думаю, что я ей подарю свое сердце. А что бы она хотела на 8 марта? Думаете, будет, совпадает? Его сердца ей недостаточно? Себя, наверное. Так, цветы, конечно, классические. Мы ленивые в основном. Мужчины-то. Нам хочется, чтобы за нас кто-то сделал. Служба доставки какая-нибудь. Что ж, будем надеяться, что все получат желанные подарки. Но, пожалуй, в любом случае, главным должно быть то, о чем нам сказала одна из участниц нашего опроса. Любовь, тепло, заботу, нежность. Больше ничего не надо. Вот серьезно. Самый главный подарок – это внимание. В любом виде. Серьезно. То есть, если ты от человека чувствуешь, что он прям вот от чистого сердца старался. Не важно, что это. Не знаю, простые носки с сердечками. Но он тебе так с любовью преподнес. Вот прям вот. Ты аж расплакался. Это хороший подарок, действительно. А если это даже что-то мега-дорогое, его так преподнесли, как подачку, то не спасет ничего в том плане этот подарок. Так что, вот. Спасибо. Самое главное – внимание. Да. Спасибо.